Дорогая Илья, мы не виделись два года, и вы нисколько не поменялись, и это так радует. Но за эти два года очень многое изменилось в нашей жизни. В этом году у нас есть огромный праздник в нашей области. Это 300 лет города Перми. Я знаю, что вы любите наш город, вы любите пермяков. Я бы очень хотела, чтобы вы сейчас поздравили пермяков с трехсотлетием. Первым долгом. Мне очень близко в мое сердце Пермь, потому что первым долгом все-таки раньше принадлежал мою семью, который дал это людям из Перми. И я была много раз в Перми, и даже имела сейчас имеется статуэтку Аники Строганова. Строганов. И я должна сказать, что когда я в Перми, я себя чувствую как-то дома, не знаю почему. Потому что люди тоже очень милые. И вообще нахожу, что люди в России, когда они не в большие городе, как Москве или Петербург, где тоже есть замечательные люди, но я чувствую больше и больше русское. Моё сердце, моя ума, всё это русское. И когда что-то неприятно бывает в России, я очень-очень больно. Я же надеюсь, что Пермь будет, как он уже есть, красивый город с людьми, которые уважают друг друга, которые умные, которые образованные и которые русские люди. Потому что в других городах иногда не чувствуется, что они такие русские вообще в своём сердце. Моя мечта в жизни... Мне уже 80 лет. Тогда это... Ещё не имею столько лет, чтобы делать что-то. Я ничего не хочу для себя. И всегда говорила, что если мне бы отдали бы Строгановский дворец в Петербург, все коллекции моих предков, что я сделала бы с этим? Я бы дала бы это русский город Петербург. Я люблю давать. И это, я думаю, что это из моих предков, потому что они тоже много давали. Я предпочитаю давать, чем иметь. И когда я в России или думаю о России, я не думаю о себя. Я думаю, а как я хочу умереть после, чтобы Россия была бы самая важная в мире. Она всё имеет для этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова